Малыш с плюшеным медвежонком Этот образ часто встречается на поздравительных открытках Как символ счастливого детства и дружбы И вызывает тихую улыбку У многих детей были плюшевые мешки И у меня тоже Мое знакомство с живыми медведями Свелось к встречам с ними в зоопарках Или на цирковых представлениях Когда я вырос, медведи выпали из круга интересующих меня животных Возможно, это произошло из-за того, что у них нет такого дружелюбного И очаровывающего образа, как у дельфинов, касатов и слонов Тем не менее, по странной причине Желание встретиться с медведями лицом к лицу Начало расти внутри меня В мире не так много мест Где медведи живут в большом количестве И где их легко можно увидеть Места, где можно провести много времени с ними И где эти величественные животные Всего на расстоянии нескольких метров от вас Уникально Одно из таких мест Камчатка Вы знаете, где Камчатка? Для тех, кто живет в России Это несложный вопрос А что такое Камчатка? Об этом знают весьма немногие Если задать эти вопросы иностранцу То, скорее всего, такой человек просто пожмет ключа Для тех, кто не знает Камчатка – это полуостров на Дальнем Востоке России Россия начинается с Камчатки Это настоящая страна медведей Если попытаться описать Камчатку в трех словах То это будут вулканы, касатки и медведи Я решил осуществить свою мечту И отправился в страну медведей Добраться до Камчатки было непросто Сначала был долгий перелет из штатов в Москву Потом пятичасовое ожидание следующего перелета И, наконец, еще один долгий перелет Через всю Россию до столицы Камчатки Петропавловск-Камчатский Весь путь занял 23 часа В общем, можете представить, как это было Мой конечный пункт на Камчатке Был российский государственный биосферный заповедник По названию Крамотский Это огромная территория, занимающая почти всю южную часть Камчатского полуострова Заповедник очень строго охраняется И Россия заслуживает глубокого уважения За создание такой обширной, охраняемой территории С уникальной экосистемой И это то место, где можно встретиться с медведями лицом к лицу А там они повсюду Лучшее место встречи – Курильское озеро Которое почти в центре южной части Крамотского заповедника Добраться до Курильского озера Возможно двумя способами Вертолетом или на машине Разница по времени драматическая Вертолетом это займет всего один час На машине, если повезет Дорога занимает около 12 часов Вы, вероятно, слышали выражение «форс-мажор», Которое означает, что ситуация может выйти из-под контроля Вследствие непросказуемых обстоятельств Ураганов, штормов, землетрясений и т.д. Местные говорят, что любой форс-мажор, Который может случиться на материке На Камчатке должен быть умножен на 3 Это может звучать как преувеличение Но если вы живете в таком Малонаселенном и удаленном крае Со 160 или более вулканами Из которых 29 активны Такое утверждение может быть Не так уж и далеко от действительности Если добираться До Курильского озера вертолетом А это всего один час полета Над потрясающе красивым ландшафтом То очень большой риск Застрять на несколько дней Поскольку погода меняется Километр за километром И с 15-минутным интервалом Именно по этой причине Мы решили добираться на грузовике На Камчатке существует специальное название Для подобных грузовиков Вахтовка Для тех, кто не знает Вахтовка это не что иное Как тяжелый двух- или трехосный грузовик Предназначенный для перевозки тонн груза Но вместо куза На него устанавливают фургон Где перевозят около дюжины людей Не так трудно представить себе уровень дискомфорта По бездорожью Кстати Камчатское бездорожье Как и форс-мажор По крайней мере Раза в три хуже чем бездорожье Скажем в Калифорнии Это по-настоящему Весьма жестокая вещь В течение следующих двух дней Настреслое раскачивало И избивало Камчатское бездорожье Наши тела передыхали На коротких остановках И ночью Проведенные на сиденьях Вахтовки Или в палатках Я смотрел Как пейзаж становился Менее и менее тронутым человеком Мусор исчезал с побережья Его становилось Меньше и меньше Вдоль дороги Передо мной рассылались Огромные зеленые луга Окруженные вулканическими горами С одной стороны И морем с другой Трава была по пояс И когда мы делали короткие остановки Мои спутники Приносили полный Пригоршний ягод Время от времени Одинокий медведь Был виден вдали Лето здесь короткое И жизнь пытается Использовать его по полной Это был путь К не тронутой Девственной природе Медленное и болезненное Погружение В тикую природу Камчатка Начинала С улицы Замораживающего Ваги И наконец Измученные бездорожьем Мы добрались до цели Инспекторской станции На Курильском озере Недалеко от инспекторской станции Есть другая станция Для их теологов В своих научных целях Они построили мост через реку Вытекающий из озера Курильское озеро Является важным местом Размножения лососевых Медведи с удовольствием Используют мост для рыбалки Практически для них Это ловля рыбы в бочке И все могут пользоваться Этим мостом для рыбной ловли При одном простом условии Каждый рыбак Должен быть удостоверен Как бурый медведь Ну как эти например А теперь представьте себе Что вы медведь Медведь-рыбак Рыбалка начинается С выслеживания рыбы И это требует Много ходьбы по мосту Рыба идет волнами И задача медведя-рыбака Заметить ее Когда она вблизи моста Теперь пришло время прыгать И схватить рыбу голыми руками А простите лапами Как и все остальное Это требует практики Практики Еще раз практики Упорная тренировка Будет в изобилии Для кормящей мамы Рыбацкое мастерство Еще более важно Не только их жизнь на кону Но и жизнь ее малышей Так что медведи-рыбаки Пожалуйста Практикуйтесь в рыбалке Как можно больше Другие места рыбалки Это реки Впадающие в озеро От инспекторской станции Где мы стояли Занимало 20-30 минут Добраться до реки Где рыбалка лучше На первый взгляд В таких местах Рыбачить легче Но это только на первый взгляд Здесь есть своя проблема Конкуренция Медведей-рыбаков много И их умение Ладить с другими медведями Жизненно необходимо Но давайте начнем все по порядку Прежде всего Медведь-рыбак должен найти Правильное место для рыбалки И внимательно наблюдать за соседями Как и у любого рыбака У медведя-рыбака Есть своя зона комфорта И он готов ее защищать Это особенно важно для мамочек Медведица постоянно следит За своими соседями И у нее есть серьезная Но то причина Медведи-самцы каннибала Не могут убить ее малышей Поэтому Медведица всегда на чеку И если более крупный медведь Появляется вблизи То она принимает Единственное правильное решение Уйти с его дороги Ради самой себя И своих детей Река достаточно быстрая И мутная Медведь сидит в воде И старается заметить рыбу Проплывающую На доступном для него расстоянии По сравнению с рыбалкой С высоких мест Как с моста, например Тренированный глаз здесь критически важен Заметить рыбу в мутной воде Весьма непросто Но когда рыба идет волной Жизнь становится проще Рыба замечена Настал момент прыжка И рыба схвачена Как говорится голыми руками Иногда нет необходимости даже прыгать Рыба подходит на расстояние Медвежьей руки Если рыбы много То успех высок Ну а если одиночные рыбы Толют вверх по течению То время ожидания будет дольше В худшем случае Ничего не остается Как ждать и ждать и ждать В конце концов рыба поймана И наступает время пишества И теперь понимание межмедвежьих отношений Вновь вступает в силу Если медведь поймал рыбу А ее не так много вокруг Более крупный медведь Может начать требовать ее для себя Некоторые медведи Достаточно сообразительны И уносят свой улов в лес Чтобы не провоцировать Более матерых соседей Это весьма умно Поймать рыбину Уйти в лес И в безопасности Наслаждаться своим уловом В этом месте медведей много И для молодых медведей Не так просто найти Хорошее место для рыбалки Поскольку они не готовы Бросить вызов Более зрелым и крупным медведем Тогда они пользуются Другим способом рыбной ловли Вместо того, чтобы сидеть в реке И ждать, когда рыба проплывет мимо Они уходят на озеро И ищут рыбу под водой Это выглядит почти как плавание С трубкой и маской Иногда они просто ныряют Чтобы поймать рыбу Медведи хорошо видят под водой Обычно медведи избегают конфликтов Нет смысла драться Если есть другие места Или способы рыбалки Если все рыбные места заняты А потенциальные соседи Такого же размера Или это мама медведицы То проще уйти на озеро И заняться подводной охотой Медведи сосредоточены на рыбалке И на своих соседях рыбаках Присутствие зрителей Для медвежьего происхождения Их особо не беспокоит Пока каждый следует Одним и те же правилам Все будет в порядке Люди, посещающие места их рыбалки Тоже знают эти правила Которые весьма простые Держи дистанцию Не стой у них на пути И самое главное Не попадай между мамой медведицы И ее детворой Как и все мамы Она нервничает И может выразить свое недовольство Во время подготовки К этой экспедиции Несколько безумная идея Пришла в мою голову Какая музыка могла бы Понравиться медведям Для меня это был вопрос С большой буквы Лично я был далек от музыки Особенно от классики и оперной Как-то так получилось Я погрузился в прослушивание Широкого спектра Исполнителей и композиций Теперь я чувствую благодарность Медведям за то Что я открыл для себя Повороте, Вивальди И многих других композиторов И исполнителей Медведи буквально пробудили Музыка и опыта Который теперь Вивальди При помощи длинного шнура Мы поставили маленький динамик Везде от рыбачившего медведя И я начал проигрывать Четыре сезона Вивальди Как видите сами Вивальди не произвел Большого впечатления На этого людей Хотя может быть Ему было приятно Наслаждаться рыбой Под этой мелодией Хотелось бы надеяться А может быть Он такой же Как и я в прошлом И не очень интересующийся музыкой А представьте себе Музыку Которая нравилась бы Всем живым существам Задумайтесь на мгновение Какая это могла быть музыка Может это должна быть Музыка вселенной Или божественности Простой вопрос Без простого ответа Неправильный Я провел много часов Сидя на берегу реки И наблюдая за медведями Окружающими меня Через видоискательство Моей камеры Не так уж много Новых событий происходило И для кого-то Это стало бы скучно Это понятно Но у меня было ощущение Которое лучше всего Можно описать Как будущее погруженным В чары Камчатки Место, где я был Лицом к лицу с медведями Было точкой соприкосновения С чем-то гораздо большим Я сравниваю это место С огромной чашей чая А я был маленьким Кусочком сахара Брошенного на вид Я чувствовал себя Растворенным В этой суровой природе И стал частью ее Я стал частью озера Частью вулканов Частью медведей Мое существование Как индивидуума Исчезло Я был в воздухе Этого места И в небе над ним Смотрящим на медведей Озеро И облака Покрывающие вулканы С восхищением Изумлением От окружающей красоты И все эти чувства Были пронизаны любовью Я мог бесконечно Смотреть на медведей Ловящих рыбу Играющих друг с другом Или заботящихся О своих детях И чувства скуки Не возникало Я вдыхал пульс жизни В целом Сердцебиение Вселенной И мое сердце Билось так с ним Я был счастлив С самого момента Нашего рождения Мы все Часть чего-либо Часть семьи Часть круга Своих друзей Часть своей страны И так далее Быть частью Чего-то большего Это природное качество Заложенное В каждом из нас Здесь На Камчатке Я почувствовал себя Частью чего-то Неизмеримо большего Частью непостижимо Огромного Частью Вселенной Хронотский заповедник Уникальное место Здесь никому не позволено Разрушать природу Нарушать ее Первозданность В этом месте Люди не правители Они защитники И хранители И поэтому Медведи и природа В целом Процветают И каждая крупинка Ее Живет своей собственной Жизнью Медведи живут Медвежьей жизнью Лисы живут Лисией жизнью И реки Живут жизнью рек Все эти жизни Свято ценятся И защищены Но что насчет Медведей за пределами Этого места Защищены ли они Мне бы очень хотелось Дать отвратительный ответ По отношению Ко всей Камчатке Но К большому сожалению Я не могу Я видел останки Рассвежеванных Медведей Вдоль дороги И когти Медведей Продающихся В качестве Сувениров В интернете Я видел Объявление Об охоте На медведей С вертолета Я слышал рассказ Местного рыбака О расстрелах Медведей Когда они Приходили Кормиться Тушей кита Выброшено На берег После личного Знакомца С медведями Все эти рассказы Были Ужасающими Раздирающими Душ Наш обратный Путь Из Кронотского Заповедника В цивилизованный Мир Был отмечен Растущим Количеством Мусора На побережье Море И свалок Вдоль дороги Чем ближе Мы приближались К более и более Населенным местам Тем грустнее Становилось И вокруг И на душе Неужели Человеческая Сущность В том Чтобы убивать Разрушать И загаживать Все вокруг себя В чем смысл Существования Всех этих людей Ответственных За деградацию Нашей прекрасной планеты Я думаю Что каждый из нас Должен попытаться Найти ответ На простой вопрос Зачем я здесь Я искренне верю Что лично я Попал в этот мир Чтобы сделать его лучше Может хоть чуточку Но лучше А вы? Теперь я вернулся домой К своей семье И к своей работе Я часто вспоминаю Моменты этой экспедиции И неожиданно Интересных И мудрых людей С которыми Мне посчастливилось Повстречаться Камчатка Перестала быть Землей Неизведанной Для меня Теперь Эта земля Завораживающая Она живет В моей душе Ее магическая Красота Возникает Внутри меня Снова и снова Я слышу ее зов Придет день И я вернусь Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok